Большая сцена Почему-то я сразу подумала, думаю, наверное, я буду играть роль бабушки. Когда пришла Татьяна, наш любимый режиссер, и рассказала нам пьесу, что, оказывается, мы все будем играть бабушек, поэтому моя интуиция меня не обманула. Я поняла, что мне русские народные песни очень даже нравятся. Они столько огня дают в душе. Жизнь кипит. Артистам режиссера Татьяны Столбовской досталась честь открывать спектакль. Сама же Татьяна не в первый раз принимает участие в проекте. В этом сезоне она решила воплотить в пьесе музыкальные задумки в виде юмористического фольклора. Мне нравится общаться с девочками, нравится петь, хоть и не всегда получается. Не знаю, мне кажется, это просто здорово сейчас. Есть творческий порыв, стремление. Поэтому, да, стараются, вживаются. Во всяком случае, работа внутренняя идет очень активная. Я вижу, как люди хотят. Это очень сильно подкупает. Если для Татьяны Столбовской сцена театра «Музкомедия» родная, то в следующей группе довелось работать под началом режиссера, который в Барнауле нечастый гость. Киноартист, снимавшийся в рейтинговых сериалах федеральных каналов, Антон Белоуско собрал исключительно женскую команду в пьесе про взаимоотношения родителей и детей. Сейчас мы ручки завернем. Ручки-ножки завернем. Сейчас мы ручки-ножки завернем. Конечно, что так перед нами. Как-то уже перед нами. Сейчас развернемся. Спектакль о том, как мы можем иногда очень жестко с близкими разговаривать, обижать, но в то же время любить, мириться. Антон спросил на первой встрече, кто не боится быть смешным. Я промолчала и ушла. В итоге мне досталась самая анекдотичная роль. Нужно либо вспомнить какой-то момент жизни, который у тебя был с похожей эмоцией, либо как-то сыграть на публику. Это очень непросто. Режиссер Татьяна Тимофеева тоже в большой сцене не новичок. В этом сезоне она предложила своим артистам сыграть пьесу практически про них самих. Вот они, зрители. Какие все страшные. Лучше не смотреть. Ведь они не знают, что это моя первая роль. Хороший материал, достаточно злободневный, очень современный текст, несмотря на то, что она там в 1933 году написана. Мне интересны закулисья. И, естественно, хочется посмотреть, как это происходит все изнутри. Я пришла на проект «Большая сцена», потому что всю жизнь я мечтала играть в театре. Ну, и, наверное, поэтому этот проект был создан, для того, чтобы когда-нибудь моя мечта сбылась. А закрывали спектакль подопечный режиссера Леонида Черкошининова. Они решили пройтись по классике и сыграть сразу две пьесы по мотивам произведений Антона Палыча Чехова. Мы примерно и пытаемся сделать два рассказа Антона Палыча Чехова, где сначала смешно над простыми маленькими людьми, а потом вдруг хочется плакать. Сложно все и одновременно просто, потому что наш режиссер большой профессионал на самом деле и знает, каким образом из нас сделать актеров. Я играю радость, и оказывается, что радость, она бывает разная. И Леонид Федорович требует ее полностью пережить, показать и прочувствовать. Этот процесс, его невозможно передать словами, то есть он тебя настолько поглощает, ты настолько в него внедряешься, что это прямо отключение головы. И, конечно, грандиозный финал вновь подтвердил, что все люди талантливы. В сверхзадаче этого проекта стоит такое большое, хорошее дело, и очень искреннее, очень теплое, очень светлое. Наверное, поэтому и проект такой получается жизнеутверждающий, хочется жить. Часть вырученных с продажи билетов средств уже направили благотворительную организацию «Мать и дитя» в поддержку онкобольных ребятишек. А сами артисты, пережив фурор, стали немного счастливее и поняли, что в жизни нет ничего невозможного. Артемий Панченко, Наши новости.